Готовиться к выступлению на конкурсе «Темп» воспитанники детского сада номер 8 начали еще осенью. Изготовили реквизит, подобрали костюмы и даже выучили иностранные слова. Вместе с родителями на суд-жюри малыши представили профессию переводчик. Взяли тут мой переводчик конкурс, да, взяли, как бы сюда впихнули. И также добавили сюда то, что международный день нашли, что окажется 30 сентября, есть такой день переводчика. То побольше информации для детей, чтобы они узнали, как бы, эту профессию. Для Вики и Пети это было первое выступление на сцене. Ребята уверенно держали в руках микрофон и без стеснений четко и с выражением рассказали зрителям о выбранной профессии. Нам очень понравилось выступать на сцене, особенно с песней. И мы в следующий раз еще раз сюда придем. В финал конкурса «Темп» вышло 14 детских садов. В каждой команде по 4 человека, 2 ребенка и 2 родителя. В этом году темой фестиваля стали сразу несколько профессий. В связи с годом театра это творческие направления. Год села – это сельское хозяйство. И плюс еще год языков коренных народов России, малых народов. То есть одна профессия тут была представлена в этой номинации – это переводчик. А так, в принципе, очень большая группа фермеров у нас, как мы их называем. И всего 5 команд выбрали профессии творческого плана. Все участники театрального марафона профессии получат дипломы и подарки. А победители будут награждены специальными призами от канала «16». Церемония награждения пройдет 2 февраля на сцене Дворца детского творчества. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.